Финансовые проблемы преследуют баскетбольную команду Университет Югра с прошлого чемпионского сезона. Перед плей-офф игроки перестали получать заработную плату, но сумели выиграть золотые медали и кубок. В руководстве команды всерьез опасались, что клуб не сможет стартовать в новом розыгрыше Суперлиги. В ноябре прошлого года с губернатором Югры Натальей Комаровой встречался президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. После этого финансовые проблемы оказались частично решены, но ненадолго. 27 декабря нам директор департамента Игорь Васильевич Губкин предстал поздравительное письмо, в котором было написано. Не радуйтесь, это была разовая помощь. Опять остались на том же месте, хотя мы написали письмо сейчас и Губкину с разъяснением, чтобы они прочитали это послание президента России. Но немножко в другом ракурсе. По словам главного тренера сургутской команды, университету предложили покинуть Суперлигу-1 и опуститься в самый низший дивизион российской баскетбольной иерархии. Мне сложно представить Суперлигу без Югры, без университета, без команды. Это флагман, я считаю, это флагман, реально, это вся история связанная с этой командой. Они там трижды в финале были с Уралом Лимина, дважды чемпионами становились. Понимаете, это лидер Суперлиги, лидер. И, конечно же, нельзя терять такую команду. Сургут начал, насколько я знаю, подготовку очень поздно. Там в ряд тоже каких-то экономических проблем. Поэтому, дай бог, чтобы все хорошо было. Такое сибирское дерми, не хотелось бы, чтобы оно, не дай бог, закончилось. Против того, чтобы сургутский клуб де-факто потерял профессиональный статус и его болельщики. Всегда нужна перспектива, мы должны к чему-то двигаться. Если мы будем знать, что это останется на уровне детского воспитания и просто общего поддержания здорового образа жизни, давайте вообще не будем это финансировать, просто будем выходить во двор на турники. Дети должны понимать, ради чего. Они смотрят на этих чемпионов, хотят зарабатывать медали, стоять на пьедесталах. А если этого нельзя будет сделать в нашем регионе, мы получим элементарный отток кадров. С баскетболистами пока в команде рассчитались, но то, что начнут копиться новые долги, сомнений практически нет. Деньгами клуб обеспечен до конца января, начала февраля. Спортсмены настроены биться, если не за победу в турнире слишком сильны соперники, то за медали точно. Много проблем финансовых и вообще у команды, много травмированных игроков, игроков, которые болели, поэтому у нас свои проблемы. Но я думаю, что все до конца сезона будет лучше, что мы серьезная команда, хорошая команда, которая должна биться в полуфиналу. Вы смотрите на трибуну, очень много болельщиков приходит, очень нравится баскетбол. Здесь команда уже играла в высшем дивизионе, поэтому показывает результат самое главное. Конечно, нужен баскетбол. Вообще сейчас, после этого фильма «Движение вверх», сейчас очень большой интерес проявляется. В департаменте спорта и игры настаивают, и, наверное, не без оснований, что финансирование профессиональной команды не может вестись исключительно за счет бюджетных средств. Клубу необходим спонсор. Мы должны понимать, что профессиональный спорт стоит особняком и во главе этого направления. Все-таки я считаю, что должен быть какой-то хороший очень спонсор, который ведет клуб, выделяет данные средства. Появится ли он, что будет с командой, вообще с развитием баскетбола, который, к слову, является приоритетным видом спорта в югре, пока неизвестно. До конца регулярного чемпионата университету осталось провести 14 матчей. И после этого в апреле стартует серия плей-офф. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Николай Сапожников. Сургут Интерновости.